Всем привет! С вами Лидия Сапронова. В этом мастер-классе мы будем делать такую сочную дольку апельсина с кристаллами Сваровски, бисером и конетелью. Приятного просмотра! Нам понадобятся пришивные кристаллы овалы 10х7 мм, 4 штуки, 8 биконусов 4 мм, бисер двух цветов, один блестящий, другой матовый, это 10 размера, бисер 15 размера золотого цвета, конетель разная, здесь трунцал такой вот мягкий, он примерно 2 мм, жесткая конетель золотого цвета, нитки мулине двух цветов, застежка для броши, основа для вышивки, здесь моделируемый фетр у меня, так как он был розового цвета, я его покрасила золотой акриловой краской, дальше кожа для изнанки, игла для бисера, вышивать я буду леской 0,18 мм, также клей, ножницы и бумага, эскиз вы найдете в описании, чтобы перенести внутренние линии, я острым карандашом прокалываю и обвожу, выкладываем контур жесткой конетелью, сначала закрепим леску, то есть мы сделали стежок, за него еще один стежок и подтягиваем, так леска никуда не денется, будем пришивать от центра, вот отсюда, от этой точки, так как сложно пришить конетель за самый первый виток и в эту точку, мы начнем пришивать как бы с припуском, то есть мы примерно на 5 мм продвинем контель вперед, придерживаем, сначала мы ее пришьем, то есть сделаем несколько стежков, а потом подтянем, выводим иглу и пришиваем, в самом начале пришиваем двумя-тремя стежками в одном месте, чтобы хорошо ее зафиксировать, леска прячется в витках конетели, так и будем ее пришивать, второй стежок и третий, выводим иголочку близко-близко и пришиваем, подтягиваем, так как мы уже ее подтянули, то есть мы ее уже пришили, здесь мы ее немножко растянем, растянуть можно на такое, растянуть можно по-разному, очень сильно растянуть, либо немного, вот меня вот так устраивает, далее я придерживаю и пришиваем контель через каждые 3-4 миллиметра, доходим до уголка, здесь в уголке делаем два стежка, чтобы хорошо закрепить контель и придерживая пальцем вот таким вот образом, помогая себе пальцами просто делаем уголок вот таким образом, снова немного подтянем и пришиваем также подходим к началу и отгибаем этот припуск, так чтобы не срезать саму леску и срезаем лишнее, так это мы срезали, здесь также мы видим сколько нам еще конетели нужно, отрезаем сколько нужно и до конца пришиваем, здесь в конце сделаем 2-3 стежка в одном месте, выкладываем внутренние линии, здесь также мы прикладываем, делаем в самом начале 2-3 стежка в одном месте, растягиваем конетель, придерживаем и также пришиваем через каждые 3-4 миллиметра, так вышлем всю эту линию, вот таким вот образом, далее пришиваем эти внутренние линии, начинаем отсюда, также приставляем к этой линии конетель, в самом начале делаем 2-3 стежка, чтобы закрепить, чтобы закрепить конетель, поправим, вот таким образом, доходим до уголка, закругляем конетель, идем к центру, так здесь растягиваем равномерно и пришиваем к центру, остальные линии будем пришивать также, начнем отсюда, дойдем до уголочка, закруглим к центру, вот таким вот образом дошьем все части, здесь отсюда линия пойдет сюда и все, прижимаем конетель, на этом работа с конетелью, с жесткой конетелью закончена, вышли контурные линии все и теперь мы переходим к заполнению этих долек, а здесь я пришью биконусы с двух сторон, с этой стороны и с этой, вводим иголочку здесь по центру, пришиваем здесь через бусинку, то есть набираем бисеринку 15 размера, биконус и бисеринку снова, пришиваем вот так по центру, так как биконус может резать леску, подтягиваем аккуратно и пришиваем двумя-тремя стежками, для того чтобы хорошо зафиксировать, здесь в следующей дольке пришьем два биконуса и пришиной кристалл, вводим иголочку здесь, набираем бисер, биконус бисер, пришиваем, также двумя-тремя стежками, чтобы хорошо зафиксировать, вот, иголка выходит из бисера, снова набираем биконус бисер, располагаем его по центру и пришиваем, также вот за отверстие как пуговицу, вот сделали здесь два стежка из центра и третий стежок мы сделаем такой с бисеринкой, выведем снова в отверстие, наберем бисеринку и пришьем, то есть стежок через бисеринку, подтянем, бисеринка уложится в отверстие, с этой стороны пришьем также, биконусы и кристаллы пришиты, здесь по два биконуса, здесь по одному, один и снова два, вот так они расположены, далее мы заполняем эти дольки трунцалом и бисером, начнем с трунцала, здесь, если рассмотреть эту дольку поближе, то мы видим, что использованы разные кусочки, то есть кусочки разного размера, здесь кусочек 5 миллиметров, здесь 6, здесь почти 7 или 8 даже, кусочек 5 миллиметров, 4, 3, 2 миллиметра, здесь также разные кусочки пришиты, мы нарезаем разные кусочки, то есть кусочки разных размеров, я немного нарезала, нарезаем трунцал, очень просто, берем ножницы для канители и нарезаем разные кусочки, выводим иголочку здесь в пустом месте, то есть начинаем от центра пришивать, здесь я возьму такой кусочек, здесь мало места, я возьму вот такой кусочек, отступлю такое же расстояние и просто пришью, можно его поправить, чтобы он уложился правильно, вот пришили, также пришью такой же кусочек с другой стороны, вот отсюда, снова выводим иголку справа, набираю небольшой кусочек совсем, где-то вот такой, и пришиваю вот в этом промежутке, подтягиваю, с другой стороны сделаю так же, то есть я пришиваю одинаково с двух сторон сразу, мне так удобней, так, здесь кусочек немного неровный, неаккуратный, мы его немного еще подрежем, чтобы он не цеплялся и не торчал, вот, и пришлем с этой стороны, вот таким образом, теперь опять переходим на правую сторону, здесь уже можете смотреть, можно пришить, ну, до 7 миллиметров, наверное, кусочек пришьем, то есть такой длинненький он будет, здесь я взяла уже вот такой длинный кусочек, здесь я буду пришивать справа налево, вот сюда, дольки трунцала мы вышли, так и сейчас это выглядит, и оставшиеся дольки мы вышли, бисером, здесь матовый, матовый, оранжевый, десятого размера, будем вышивать от центра, их мы будем располагать в горизонтальном направлении, то есть вот так они будут расположены, здесь можно увидеть, вот они, рядочки идут, рядочки идут как бы по кругу, начинаем от центра, здесь пришиваем одну бисеринку, здесь умещается только одна, берем самую узенькую, так как бисерни одного размера, все равно есть покрупнее и помельче, мы их убираем, значит пришили самую узкую, дальше берем, пришиваем среднего размера или крупную, у кого как получится, дальше пришиваем, здесь я пришью две тоненьких, попробую уложить две тоненьких, подтягиваем, да, они уложились, далее идет расширение, да, и здесь уже укладываем две бисеринки, одна у меня средняя, другая потоньше, то есть мы вот так, то есть мы калибруем бисер, можем подогнать размер, дальше я пришью, опять две, подтягиваем, здесь опять две, и так далее, мы смотрим сколько бисера помещается, здесь я пришью три, так чтобы он не выпирал, либо наоборот, чтобы он выпирал, создавая больший объем, здесь можно выйти между бисеринками и пройтись через последние две или одну, чтобы было лучше пришито, подтягиваем, здесь скорее всего поместится 4, поэтому я сначала пришлю две, потом еще две, вот таким образом мы заполним эти оставшиеся дольки. Дольки апельсина вышиты, и мы переходим к вышивке нитками мулине вот этого слоя кожуры апельсина. Мы берем моток мулине, отрезаем отрезок удобной длины, у меня примерно 70 сантиметров, и вытягиваем ниточку, берем одну нитку и вытягиваем, берем другую и вытягиваем также, здесь у нас 6 ниток, мы вытягиваем одну, далее складываем их, у меня здесь два цвета, один такой больше похож на лимон и другой теплый бежевый, и чтобы получить какой-то средний цвет, мы их смешиваем. Смешаем, выровняем, крепим нитку на изнанке, я просто цепляю за стежок, можно сделать еще один стежок, чтобы она точно не вылезла, подтягиваем и начинаем вышивать с самого начала, вводим иголку, будем делать короткий стежок и длинный, сначала короткий, у меня стежок примерно 4 миллиметра, укладываем, сильно не затягиваем, чтобы был некоторый объем, короткий стежок, длинный будет миллиметров, наверное, 6-7 рядом, вот таким образом, сильно не затягиваем, да я еще раз повторюсь, и еще один стежок сюда у меня уместится, этот будет короткий, подтягиваем, теперь начинаю заново, то есть опять слева, вывожу иголочку здесь, делаю короткий стежок, далее длинный и короткий заканчивая вышивку нитками, мы закрепляем ее наизнанке, делая несколько стежков за стежки, чтобы не оставлять здесь больших узлов, и отрезаем, вышиваем бисером вот эту кожуру, я буду начинать отсюда закрепляю леску, как обычно, наизнанке и смотрю, здесь у меня, скорее всего, поместится одна бисеринка, ввожу иголочку к этому краю, набираю одну бисеринку и пришиваю здесь вышивать просто, мы смотрим сколько здесь помещается бисеринок, здесь пока я набираю по одной так и вышиваем такими стежками, параллельными по всей кожуре вышивка готова и срезаем лишние фетры, оставляя от края около 1 миллиметра обводим вышивку на бумаги для акварели намечаем расположение застежки отмечаем на коже отверстия, вырезаем их клеим застежку бумаги проклеиваем изнанку подклеиваем кожу прижимаем и даем подсохнуть срезаем лишнюю кожу на одном уровне вместе с фетром заделываем край американским способом узелок прячем между фетром и кожей сильно здесь не тянем, чтобы узелок не вылез через кожу прокалываем два слоя накидываем одну петельку подтягиваем таким образом мы закрепили леску набираем две бисеринки отступаем расстояние равное этим двум бисеринкам здесь прокалываем два слоя фетр и кожу входим во вторую бисеринку подтягиваем далее всегда набираем одну набираем одну прокалываем два слоя подтягиваем входим в нее вот так справа налево подтягиваем так шьем по кругу заканчиваем заделочный шов и подходим к самой первой бисерине вот мы пришили последнюю бисеринку и входим иглой в самую первую вот так пошли подтягиваем она встает также отверстием кверху здесь мы прокалываем два слоя то есть мы как бы ее набрали и пришиваем также и проходим через эту же бисеринку подтягиваем далее мы пройдемся через пару бисерин прошли проколем вышивку вот так здесь выйдет игла и для того чтобы спрятать нить мы пройдемся через вышивку или походим по вышивке так сказать здесь можно пройти через бисеринки то есть мы запутаем нить и подтягиваем леску при натяжении отрезаем она спружинит и спрячется в бисеринке такая у нас брошечка получилась спасибо что были со мной и до новых встреч в мастер-классах вот так вот так как и а в